добрый день и рад всех приветствовать среда у нас сегодня традиционно брифинг 18 мая у нас на дворе среда сегодня среди новостей один из самых основных моментов до который может быть помимо того что новости думаю следующего раза уже не буду говорить что среду 10 30 у нас запасы да что же я думаю многие в курсе фонс минет сегодня это не оглашение ставки такой промежуточные какие-то определенные итоги вот поэтому хочу отметить что каких-то уж мега сильные движения не жду в два часа но опять же потрусить может да и нужно быть внимательны не так как это на фонс который был относительно недавно так что будьте внимательны предпоследними двумя часами по рынкам на традиционно если мы посмотрим сегодня азия у нас была отрицательная чуть-чуть отрицательная европа абсолютно нулевое значение что касается наших индексов да мы в минусе и минус где-то около процента что может быть очень и очень интересно спевая у нас вот такой вот вчера сделал движение интересно о под закрытие дал ушли мы вот в это значение хотя вот если посмотреть но она спевай до абсолютном ранже находимся где-то вот здесь он был больше 204 поближе но вот на при маркете подбираемся мне кажется что есть такая вероятность на что мы при хорошем движении сегодня выйдем за рамки вот этого вот момента 204 203 50 и вот эта зона будет уже более интересная для шорт идеи хотя я считаю что уже если я рассматривал да у меня был были какие-то идеи налоги себе был трейдер до который тут пути сделать приоритет на утренние комменты я бы посмотрел как первые там 5-10 минут мы будем открываться даже первых 5 минут хватит если мы идем в эту зону то конечно лучше работать шорт идеи не ломки да и соответственно нужны подбирать бумаги под вот этот весь момент но по порядку пойдем до по индустриям так пробежимся золото у нас вчера некоторые бумаги один из основных фондов на gdx на ха еще не выходил особо сигнала не было на самом деле но сделать такой спут и помню что мы находимся там возле 26 на при маркете с нас отрицательным золото это для золота это нормальное движение то есть на при маркете идеи пока нет но нужно помнить да что за такими бумагами как тот же abx который на all-time high находится тот же нам принципе многие другие нужно следить то есть однозначно тот же фонд нужно посмотреть по металлам x очень интересно находится но я бы не стал в него с ним работать если он будет в этой зоне либо пойдет вверх он не интересен сугубо в шорт то есть вот уже пошло у нас такое отклонение еще с прошлой неделе были очень интересные моменты много он там возможности не давал но стак очень объемный стак можно войти неплохим объемом и даже небольшое какое-то движение можно забрать на прошлой неделе такие возможности на самом деле были есть вот такой вот у нас момента и тот же фонд x и мы обязательно нужно смотреть далее утиля вчера себя чуть показали очень редко не себя показывает но вот есть определенный сигнал одни из основных эй да был и кей wtr так далее можете много их смотреть на финвизе а кстати сегодня у нас начинается курс будем сегодня обговаривать фонды и там все и будут эти моменты фонд есть на основные тела это у нас xl и вот тут поднявки если не знаете что торговать как вы именно и теле их очень много смотрите xl и но кажется что только где-то здесь его нужно смотреть тут тут непонятно может откат пойдет какой-то уж если мы хотим вот такие вот вещи делать мы на самом деле ждем вот такого момента до продолжения вот этих вот нужно смотреть xl и это фонд который у нас непосредственно идет на ютилитис дальше из таких новостных моментов вчера было два стака чем трое нашли только сегодня на ресерче да узнали что какая новость и биби вот такой вот про то есть как такие моменты находить это не питайте никаких иллюзий да это не есть какой-то там мега точкой входа под 62 50 якобы ниже цифры все на самом деле намного проще новость определенная есть в и биби и больше она связана с тем вот биотехнолог атом я не вчитывался потому что много медицинских терминов но суть того что определенный патент на определенное лекарство и скажем так для chr с положительном значении то есть них и proof называемый да то есть сколько понял новость подтвердили да то есть они победили да если таким на пальцах да а и биби у них скажем так вот не получилось хотя и биби намного крупней компании чем все через но и такое тоже бывает да и вот такое движение пошло вчера пошло движение сегодня что ждать в этих стак когда это но таки вопрос не простой но однозначно за ними нужно последить как на фоне новости ребята будет если вы и биби будет и дальше у нас игра идти на понижение то однозначно нужно искать идеи шорта ни в коем случае это не разворачивать если будет определенный возврат но опять же я бы не стал бы брать потому что это уже более такой момент не очень интересный как мне и спи пивай сегодня с пивай сегодня говорит что вот тут находимся все-таки больше бы я сегодня смотрел идеи наш вот естественно будут бумаги которые сегодня будут покупать но лучше энергии свое посредственно на эти идеи на этом фоне лили тоже но не так красочно поэтому и биби все-таки си через через может продолжить свое движение хорошего вчера очень была зона до распределения 1850 которые удержали и даже там 20-30 центов очень неплохо на объем пришел и это то место где можно было зайти с риском довольно таки небольшим если уже заговорил про лонг идеи их очень немного при таком испевай так и должно быть это stx на который несмотря на то что имеет у нас такую не очень радужную девку но посмотрите как у нас в понедельник вторник 19.00 очень интересно держали до вчера мы вылетели оттуда до пошла небольшая коррекция последние два часа на фоне рынка но бывает такое что какие-то там два три четыре дня у нас идет определенный откат да наподобие таких моментов если это же будущего мы не знаем пойдет у нас рост сегодня то чтобы не бегать с широко открытыми глазами искать бумаги которые сильно растут они уже должны быть в нашем кармане да то есть stx такой вот выход возможно даже нужно смотреть будет слабый рынок я сомневаюсь что и стикс такой выдающийся делает плане ланга потом htz подешевле но тоже вот такой вот у нас есть объем опять же не спорю бумаги в которой вчера не было объема из tx htz он повышен обязательно эти варианты можно рассмотреть себе почерпнуть посредственно на выход из вот этих вот нижних границ при довольно таки слабых дневках китай мы помним да есть митинг киху есть воевая и так далее momo винет а вот такие вот дневки сейчас не редкость китайских бумагах некоторых есть определенные новости есть премаркет но если киху опять же полетит вверх я думаю вот ругать не нужно тут если ожидать если есть какая-то идея мне кажется она все-таки на шорты нужно смотреть что все-таки новость подтвердится и будут эти стаки вообще уходить с американских площадок воевай лучше всего себя проявил для шортовиков конечно лучше всего проявила такое вот мы имеем определенные 46 до от которых вот такие продажи у нас проходят но опять же пока подтверждение нет есть дневка нет подтверждения это не повод вообще находиться позиции дальше на какие дневки сегодня обратил внимание к те которые есть либо на нижней границах находятся кстати их не так много либо начинает падение с верхней границ с нижней границ у нас до сих пор мейсис да вот у нас такая девочка и есть определенный при марке объем повышен до сих пор на на фоне сколько я помню отчет был да то есть пошла какой-то нейтральная вроде уже пытается откупать да но на слабом рынке могут и низ проломить есть уже явные подтверждения да что 30 где-то диапазоне 30 50 331 50 желающий приобрести имеется и те желающие я думаю часть как минимум будут позицию свою покрывать если мы ниже 30 пойдем все-таки риски как-никак нужно держать и думаю частично кита покрыть и последует поэтому мейсис если 30 не удержит то почему нет ну конечно нужно ждать там подтверждение что пробитие 30 еще нам не гарантирует того что мы окажемся в 29 28 и так далее дальше еще интересные моменты про ютилитис я сказал bcn вот такой вот у нас есть строитель вот такой вот у него повышенный объем вот такая водневка объема очень много закрываемся в лол нужно смотреть ждать продолжение спива очень себя неплохо ведет я имею ввиду в плане падения сейчас и мне кажется что можем мы хорошей утренней получить мув дальше final все будет довольно таки похоже но вот кто закрывается в лол тем нужно отдавать приоритет то есть те которые вчера прошли вниз на берли хорошо вернули не самый лучший вариант лучше если плохо то этот негатив найти и увидеть подтверждение и работать на продолжение этого негатива дальше 7 csa даже при маркет ниже до около 60 очень интересный момент на все видите до 60 определенный степдаун утром то мне кажется уже нужно заходить а не ждать пока 60 иногда если есть четкое намерение до закрылись слоу ниже открываемся рынок ниже ну чем ждать именно круглые фигуры абсолютно не нужно причем если там месяц запас 60 центов может не 60 20 30 центов да уже после проявить вообще стоит добавляться более агрессивно себя вести они ждать непосредственно вот когда пройдут фигуру и все по-другому и заходить не буду круглая цифра не всегда есть какой-то панацея поэтому нужно смотреть на ситуацию глобально кто у нас следит за дешевыми акциями да ну про им джи ти вообще можно отдельную лекцию наверно ставить очень классный стак меня уже вчера там не было и интродей и верно это я был там несколько дней вчерашний день я уже не застал мне показалось что это уже движение всего было достаточно до этого момента но ничего не оставил ничего страшного главное профит какой-то забрали опять же будем рассматривать на нашем занятии работу и в дешевых банках очень то есть интересные моменты очень интересная там психология свои какие-то ситуации сегодня вот уже пять пробили как далеко этот товарищ может улететь все может быть кто-то надеется конечно на шорт и возврат но довольно таки неплохие новости по бумаге джон макафи есть только макафи антивирус мы даже может у кого-то стоит еще вот тут от новости пошли что он якобы будет целой этой компании новости подтверждается насколько это видно на чарте и биода до сих пор тревожит пока он еще себя не показывает но вот эти вот моменты да вот посмотрите какие объемы такие вот ситуации пока там походит 20 30 центов на 30 центов это в идеале 20 15 достаточно прийти очень интересному игроку до подтвердятся опять же какие-то новости это биотехнолог там и 35 очень легко и быстро могут быть опять же с подтверждением без подтверждения такие бумаги опять умирают и входят вот такой вот рейдж дальше по новостным бумагам на которые уже сегодня вижу это у нас после закрытия вчера было два отчета оба положительных но гайденс у них отрицательный это у нас випс вот у нас вот такой вот момент имеется находимся мы вот здесь вот живут на нижней границе отрицательный гайденс нужно смотреть как они будут действовать но если будет так конечно показывать слабость то нужно работать непосредственно сторону слабости по примеру вчерашнего франда был у нас такой отчетный сделан свою работу только утром самого утра у нас полетели такие у нас стрелы до были тут определенные возможности зайти со стопом 91 вот в этом диапазоне когда уже начали начали ниже 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 потенциал был до сих принципе опять же даже несмотря на то что бумага отчетные деньги нужно забирать если вам удается в этой зоне взять позицию то вот и 50 все видите вот такие вот вещи да как это огня отскакивает у нас цена нужно забирать это перед 50 лимитоваться и забирать то что дает а уже если потом будут пробивать четко там держать тогда уж лучше вот тут вот где-то действовать в итоге ничего интересного не произошло закрылись бы хоть здесь я думаю при маркет был отрицательный так у нас сейчас опять же возле 10 50 непонятная ситуация поэтому я особо не рекомендую не совсем понятно что делать нет четкого сигнала либо здесь находимся может где-то вот закрывали вчера вот здесь это уже чуть другая ситуация ситуация нейтральная я ее исключаю не на непонятно дальше 6 м тоже у нас есть такой вот отчет есть у нас при маркет опять же такие гэп это не обязательно смотреть именно в первый день а можно посмотреть и на второй день нужно знать что такие вещи есть спевай опять же одним глазом я поглядываю вышли мы ниже вчерашнего лу может быть очень и очень интересно дальше отчитывается у нас HRL это meat products это мясные продукты кто в курсе вообще рынком занимается знает какие в эту индустрию там довольно таки мало бумаг кто еще входит вот накануне несмотря то что отчет у нас на одну на 1 цент лучше такой у нас был вчера день то есть самого утра пошли вниз и и тсн тоже который ходит данную индустрию так себя повел то есть две бумаги совпадения не думаю но что касается сегодняшнего момента нужно смотреть пока положительный отчет слабенький там у нас отчет как он себя поведет значит HRL может вести тсн где-то эти моменты нужно себе смотреть LOW отчетов мало поэтому можно все их посмотреть вот такая у нас есть девка тоже положительный отчет но вот где-то его здесь до увидеть а так мы опять же еще находимся в этом рейндже пока особо не известно что он может у себя делать есть какая-то определенная зона но мы в ней находимся может мы сегодня выйдем из нее да и завтра будет более интересный день окажемся где-то здесь либо здесь нужно смотреть однозначно себе выписок естественно это не первый список и TGT на положительном у нас отчете пока он делает вот такие вот вещи тут опять же нужно смотреть индустрию где находится и он может за собой повести тоже некоторые эмитенты довольно таки лихо отрицательный да опять же повторюсь у нас маркет нужно ожидать 9.30 в принципе за 40 минут еще многое может случиться даже морской это будет определенный откат на все будет держать и пойдем ниже думаю лучше рассматривать идеи все-таки на short при такой ситуации по SPY чем на LOW но опять же считаю будет очень негативным раскладом если мы вернемся вот где-то сюда в эти значения скорее всего опять впадем вот в этот вот рейндж и там действительно торговля будет не самым безопасным решением а самым лучшим решением будет ее отсутствие что напомню сегодня за два часа до закрытия FOMS минус такой вот день есть определенные идеи но опять же нужно ожидать подтверждения всем спасибо всем удачи с некоторым мы уже увидимся сегодня в 12.30 до встречи поближе что и Продолжение следует...